Шур, лошадиная подкуда. И преодолеть водопад пытались, и у некоторых получилось, но только канадские. Вот он во много раз мощнее, этот вообще невозможно преодолеть, камни. И вы видите, камни отрываются, булыжники, скалы. И я уже 20-25 лет, я вижу, как меняется контур водопада. Он уходит в наше время на 2-3 метра. Этот водопад на 1,5 метра, канадский на 2-3 метра. А в прошлом уходил на 5-6 метров. Все, значит, прошлое. Сегодня очень много воды до водопада забирают вон каналы. И отводят для нож гидроэлектростанции сельского заведения. Отводят, толкают воду вокруг реки и вниз. Там самые высокие берега. Вот только на этого мостах, где мы будем запутать, там и находится гидроэлектростанция. Там собирают водокранилища, под большим напором с высоких берегов пускают воду, они вращают турбины, и вот так оно образуется. И сельское хозяйство, вот так, бывает, что называется, трехзайцев. Гидроэлектроэнергетика, сельское хозяйство, и уменьшают коррозию водопада. Его пытаются как-то укрепить, но ничего не выходит. В 60-м году военные инженеры отвели воду американского водопада в Канадке и пытались его как-то укрепить. Укрепили лишь этот остров. Вот маленький остров, между хатой и невестой. И основной частью называется лунный столб. И он может попасть. Но его закрепили военные инженеры мощными стальными канадами. Он именно прикреплен. Он что пасть. Почему называется лунный столб? Один день в июле ночью можно увидеть радугу. Здесь яркая луна. Один день в году. Это называется лунный столб. Остров называется Козий Айланд. Игоут Айланд. Индейцы хранили там туши декорцев на зиму. Потому что ни волк, ни медведь не мог преодолеть это. А индейцы преодолели воду. Мост называется тоже радуга. Вот этот радужный мост. Лейн Боу Бридж. Человек пытался преодолевать. Первый преодолевал и преодолел. Водопад Великий Канадокотис. Из Монреали. Его имя Монсеньор Гэп-Лантин. Его фамилия. В 1859-м водопад в Канадке был там-де-Мост. Там был переброшен Канад.